друзья вас рад приветствовать на канале веселый инженер меня зовут андрей в сегодняшнем выпуске мы поговорим про эволюцию станков с чистовым программным управлением или же чпу что уже сделано и чего ожидать ближайшим обозримом будущем это скорее образовательное такое вот интересное информативное видео которое можно посмотреть и также прокомментировать и высказать свое мнение поэтому устраивайся поудобнее мы начинаем чего же все начиналось все начиналось совсем как в обычной эволюционной цепочки то есть сначала все было совсем не весело потом человек стал уже более более а так сказать образованы более цивилизованный и он уже стал современной который мы видим на улице с вами каждый день то же самое происходило и примеру в эволюции электроники конечно было сама сам рывок был когда она просто появилась да а потом уже когда стала более современная то этим было уже к сожалению или к счастью для нас сейчас уже никого не удивить но все-таки это был прорыв все-таки это было круто и это все развивается по сей день конечно сейчас это может быть не так буйно и не так заметно но примеру если взять периодом 90-е годы начала двухтысячных это был настоящий прорыв то же самое конечно коснулась всех отраслей нашей жизни но и также так как мы с вами инженерно-технические работники это коснулось и станкостроения то есть сначала был обычный станок 16 к 20 и все верили что если ты крутой специалист и умеешь точить детали на таком станке то в принципе жизнь у тебя удалось но это было так до какого-то периода и вскоре на смену таким станкам пришли современные станки с числовым программным управлением как вы видите он не только отличается до визуального не только выглядит более так массивно красиво да он оснащен определенными системами про которые мы сейчас поговорим которые свою очередь дают ему максимум плюсов да по сравнению с его уже так сказать устаревшим морально и физически с обратно в чем же новизна и улучшение данного оборудования но мы берем за базу камеру такой вот токарный станок и не факт что именно этот станочек да есть и другие станки если шлифовальные зубошлифовальные зубофрезерные сверлильные щипову различные оборудование абсолютно есть но на базе этого станка можно рассмотреть все скопе числовое программное управление чипов узлами станка на таких станках обычно действительно применять числовое программное управление но позволяет автоматизировать всю работу и синхронизировать всю работу подвижных узлов станка режущего инструмента вращения шпинделя перемещение пиноли всевозможных вращений заготовки поворотных столов в различных типов и все это управляется с помощью управляющей программы применение управляемых приводов для полной автоматизации процесса перемещения рабочих органов станка но Естественно, чтобы эти все перечисленные нами узлы и органы станка, так называемые, вращались, их нужно приводить в движение специальными приводами. Эти привода это тоже определенная разработка, которая эволюционировала вместе с самой идеей изготовления такого оборудования. Улучшенное защитное ограждение, внедрение понятия в станки кабинетного типа. Это действительно очень круто, когда станок полностью закрывается, устанавливается деталь, а может быть используется какая-то автоматизация, и уже просто все обрабатывается внутри, не летит ни стружка, ни сош, то есть станок делает, как говорят, свое дело, даже окошки уже перестали делать, потому что смысла смотреть нету, там все заливается сош, ничего не видно, и уже потом открывая, вы получаете абсолютно годную обработанную деталь. Увеличение жесткости узлов за счет применения передовых систем опор, станины, направляющих. Сейчас очень много патентов, которые патентуют различные направляющие, какие-то элементы конструкции, конструкции шпинделей, присодержателей, нового какого-то магазина в смене инструмента. Все это, конечно, во благо и на улучшение. Это не только позволяет все это улучшить, но иногда и удешевить производство. Системы автоматического удаления стружки, фильтрации сош, удаление тумана сош и зоны резания. Конечно, бывалые скажут, да, ну зачем это, все раньше работали, было нормально. Но я скажу, что если таких станков 50, 100, может быть и 500 в одном цеху, да, и когда они все одновременно работают, эти спарения сош, конечно, особенно в какие-то там жаркие дни, очень видны и оседают прямо на лице. Поэтому это все, вся эта автоматизация, она нацелена для того, чтобы облегчить человеческий труд. Опять же, автоматическое удаление стружки из зоны резания помогает потом крючком или какими-то вилами не вытягивать эту стружку, не ломать оборудование и, так сказать, исключить этот человеческий труд. Это все на благо. Как это улучшило производство? Давайте, в общем-то, посмотрим, да, как это все повлияло на улучшение производства. Ну, улучшение качества, ну, безусловно, конечно же, оно есть. То есть, когда делается все роботами, делается на жестком, хорошем, точном и качественном оборудовании, то деталь просто обречена стать качественной. Мы выдерживаем все размеры, при этом получаем хорошую чистоту поверхности. Конечно, здесь еще участвует и режущий инструмент, безусловно, он должен быть тоже качественный, эволюционный, это новый инструмент, но все-таки он сейчас уже есть и вполне себе применяется. Увеличение производительности. Да, здесь за счет того, что сокращается количество установок, используются более мощные привода, какой-то используется современный инновационный режущий инструмент. Конечно, увеличение производительности также здесь присутствует. И третье, что самое, наверное, ну, и одно из самых важных, оптимизация затрат на производство продукции. Да, здесь можно оптимизировать затраты, то есть, это экономия электроэнергии, человеческих ресурсов, упрощаются все процессы, то есть, сводится к тому, что человек просто нажимает, грубо говоря, на кнопку, доставит детальку, снимает ее, и все остальное делает управляющая программа. Инструмент меняет, к примеру, наладчик. Соответственно, здесь можно брать любого абсолютного человека, ставить, буквально там день-два его обучить, и он уже может вполне выполнять функцию полноценного оператора станков с ПУ. Что появилось принципиально новое. Смотрите, давайте вот на таком образце. Есть токарный станочек у вас, да, какой-то микроучасток. Вы на нем точите вашу детальку. Дальше вам нужно просверлить пару отверстий. Для этого вы используете радиально-сверлильный станок. Потом вы фрезеруете какую-то лыску, и потом ставите и нарезаете шлиц. Ну, такая вот нехитрая деталька у вас получается. На этих станках работает 4 человека, каждый на своем станочке. Все они уже такие опытные мастера, как говорится, своего дела. И это все какой-то микроучасток. И тут приходит зловещий станок с ЧПУ и просто комбинирует в себе все эти операции. Конечно, сначала вылазгласы идут, да нет, это ничего не получится. Но потом они видят, что этот станок может и точить, и сверлить, и фрезеровать, и даже нарезать шлиц с помощью применения приводного инструмента, да, с какой-то червячной фрезой или дисковой фрезой. То есть, в зависимости от вашего шлица. Конечно, здесь, допустим, точатся 2 минуты, здесь 2 минуты, здесь 2 минуты, здесь 2 минуты, да. И в итоге вы, конечно, выпускаете интенсивность деталей 2 минуты по последнему станочку, да. То есть, он каждые 2 минуты дает новую деталь. А этот станочек, да, за счет того, что он заменил все эти 4, конечно, не будет делать 8 минут, а будет, допустим, минут 6 делать. Но, представьте, если деталь крупногабаритная, то вы ее поставили один раз и ждете 8 минут, потом достали готовую деталь. Чем перекидывать ее со станка на станок. И я уже не говорю о том, скольких людей удастся сократить за счет внедрения такой вот новой технологии. Конечно, мне кажется, что вот это, наверное, принципиально новое, что появилось именно в станках с ПУ, но не самое новое. А сейчас давайте подумаем, чего же нам ожидать в ближайшем обозримом будущем. Высокая энергоэффективность оборудования СПУ позволит снизить энергопотребление всех узлов станка и удешевить процесс производства продукции. И это мы сейчас видим на живых примерах нового оборудования, которое поступает к нам в производство. Виртуальная и дополненная реальность VR. Это новая технология, которая оказывает значительное влияние на область обработки щиповод. Технология VR позволяет пользователям взаимодействовать с цифровой средой и объектами таким же образом, как и в реальном мире. Здесь сложно, конечно, это все передать, но уже есть технологии, которые позволяют непосредственно делать виртуальную реальность. То есть наблюдать за определенными процессами, как говорится, практически вживую, только это, естественно, происходит все виртуально. Это позволяет не только подготавливать хороших операторов и наладчиков станков СПУ, но а также инженерам, которые занимаются разработкой режущих инструментов, каких-то новых технологий, в том числе и оптимизирующих какие-то техпроцессы, разрабатывающих с помощью виртуальной реальности. Это становится более, так сказать, осязаемо и более хорошо усваивается всеми сотрудниками. Внедрение робототехники и искусственного интеллекта. Это позволит увеличить автоматизацию многих процессов в станках от смены заготовки инструмента до автоматизации, коррекции инструмента и защиты его от повреждений путем анализа данных с многочисленных датчиков станка. В том числе я, конечно, еще не сталкивался с тем, чтобы на станках применялись какие-то искусственные интеллекты, но, возможно, в ближайшем будущем это будет, а, возможно, вы уже где-то это видели. Можете поделиться со мной в комментариях, и мы с удовольствием с вами это все обсудим. Ну, конечно, датчиками оснащаются сейчас абсолютно все узлы, все движения, все какие-то функции станка. Ну, и то не только станка, это всех механизмов касается, но мы говорим сейчас про оборудование. И, конечно, анализируя все эти сигналы, можно будет довести обработку до просто идеала в ближайшем будущем. Значительное снижение стоимости оборудования это удается достичь за счет использования современных материалов при изготовлении элементов станины и узлов станка. Да, к сожалению, для многих производителей, да, сейчас современные китайские какие-то китайские станки, да, они достаточно дешевые, потому что применяются новые материалы, которые не хуже, чем те, которые применяли еще в советские времена. Да, конечно, этот станочек не сможет тягаться каким-то таким мастодонтом из а-ля 80-х, 70-х, может быть, 90-х, но и на сегодняшний день, наверное, не актуально покупать оборудование с учетом развития современных технологий, покупать какой-то станок и рассчитывать на нем проработать 20-30 лет. Представьте, что с такими темпами развития, что у нас будет в производствах через 20-30 лет? Это может быть просто такой скачок, что ваше оборудование, которое сегодня вам кажется просто сказочным, оно будет считаться древним, устаревшим и абсолютно ненужным. Спасибо, друзья, за просмотр! Делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал. Всем добра! Пока-пока!